Для этого торта нам надо сделать бисквит, бисквитный пару коржей. Для этого нам нужно будет 6 яиц, стакан сахара, стакан муки высшего сорта, где-то 3-5 капель лимонного сока, разрыхлитель, чайная ложка крахмала и немножко для смазывания формы масла сливочного. Дальше. Для того, чтобы сделать бисквит, нам необходимо будет 4 яиц, белки, несколько вафельных коржей, 1 стакан сахара и 1 стакан орехов. Я купила кишью. Дальше. Для крема нужно будет 300 грамм, я вот взяла, зрущённое молоко, 200 грамм масла тёплого, вернее, раставшего такого при комнатной температуре и несколько капель ванильного, такого ванильных капель или где-то 1 четвёртая пачка ванильного сахара. И для лазури на торт, потому что надо будет это всё покрыть лазурью, я возьму 3 столовые ложки какао, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки сметаны и 50 грамм масла. Итак, первое, что я буду сейчас делать, это отделю белки от желтков и буду выпекать бисквит. Белки я положу в холодильник, для того, чтобы взбивать их потом охлаждёнными, а желтки, наоборот, для того, чтобы они лучше взбились, поставлю на водяную баню и буду там взбивать, добавляя половину сахара. Половину сахара я добавлю в желтки, буду их взбивать, так, чтобы они немножко аж побелели, а потом оставшуюся часть буду добавлять в белки, да, охлаждённые уже в холодильнике. Так, дно формы смазываем прям маслом, прям рукой. и сверху положим вырезанную с бумаги такой уже круг и тоже сверху намазываем маслом. Масло мажем только на дно, только на дно, пока не нужно намазывать. И эту форму поставим в холодильник, для того, чтобы потом, когда мы выгнем уже массу, для того, чтобы делался, запекался корж, для того, чтобы это масло не проникло быстро в само тесто и не попортило структуру, скажем так, теста. Оно будет охлаждённое и мы быстро поставим в разогретую на 180 градусов духовку и оно сразу начнёт пропекаться. Поэтому вот это сразу ставим в холодильник. В водяной бане, чтобы они были тёплые, мы постепенно добавляем сахар. Они так быстрее забьются и будут лучше для теста. Сейчас муку смешиваем, добавляем чайную ложку разрыхлителя и чайную ложку крахмала с горкой. И всё это вместе перемешиваем, просеиваем. Деньки охлаждённые, они должны сбиваться быстрее, лучше. Хорошо, когда яйца где-то уже как бы не свежие, они должны быть ну хотя бы 7-8 дней, для того, чтобы у них вроде бы как меньше влажности, и поэтому они сбиваются быстрее. Вот я постепенно буду добавлять сахар, добавлю несколько капель лимонного сока, и всё, и будем взбивать. Лимонный сок тоже для того, чтобы взбивались белки быстрее. Степенно ложим по чуть-чуть белки и аккуратно вымешиваем со всем тестом. Всё это надо соединить аккуратно, вымешиваем только ложкой. Чтоб была однородная масса. Так, духовка уже разогретая, форма холодная, охлаждённая. Теста, я вижу, прям даже, наверное, и очень много, но смысл то в чём заключается, что надо выпекать сразу. Ну что, буду выливать, всё буду выливать. Дело в том, что я купила коржи, а коржи как раз на форму, на вот такую небольшую. У меня есть побольше форма, но как раз по объёму или по окружности, да, можно сказать, как раз подходит вот эта маленькая форма. Так, орехи я подсушила и чуть-чуть вот так, потому что ножом сильно разлетается в разные стороны, а так, такие крупненькие кусочки оставляю. Всё. Для крема взбиваю масло сначала, а потом добавлю сгущенное молоко. Масло уже поберело, добавляем сгущенное молоко постепенно и продолжаем вымешивать. Для аромата добавляю несколько ванильных капель. Взбивала я этот крем где-то минут 8-10. Вот так поднялся наш бисквит. Для того, чтобы его проверить, надо вот так попробовать. Да, он готовый, потому что я прижала, и он назад поднимается. Сейчас я его поставлю на мокрое полотенце. И пусть немножко постоит. Вот такой у нас бисквитный получается. Если бы это был только бисквитный торт, то уже он готов. Но так как у нас всё ещё продолжается, потому что это лебединое озеро, поэтому продолжаем делать дальше. И дальше будем делать, пусть это застывает. Дальше я сделала уже, практически взбила белки, белки. Это как на безе. И будем намазывать коржи вафельные. Наверное, где-то может быть 2 или 3. И будем ставить, посыпать орешками и ставить в духовку. Где-то на 20 минут. Сейчас я так намазываю практически до краёв. И ставлю выпекать. Бисквитный корж я разрезала пополам. Получился очень красивый, мягкий. Сейчас буду перемазывать кремом. На низ ложу бисквитный. Коуаш, он будет толстенький. Ничего. Будет вкусно. Так. Пер вафельный ложу обратной стороной. Вот так. Намазываю этот корж. Сверху укладываю вафельный. И дальше верхний можно положить или вот этой частью наверх или наоборот. Вот так. Ну, я решила попробовать вот так сделать. Там, где верхний корж немножко выступает, я его обрезаю. Ну, буквально по окружности получилась вот такая полосочка. Так. Для глазури берем три ложки какао столовых. Три ложки сахара. Я сразу их перемешаю, чтобы какао полегче перемешалось дальше со сметаной. Не было этих комочков. И добавляю две ложки сметаны. Одна ложка. Ну, беру хорошо с горкой. И ставлю на огонь. На очень-очень слабенький. И буду помешивать, не доводя, не доводя, не доводя до кипления. В растаявшуюся смесь добавляю 50 грамм сливочного масла. И хорошо опять перемешиваю. Обмазываем торт глазурью. Для украшения используем свежую малину. Вот такой торт у нас получился. Готовьте и вы. Всего вам хорошего. Приятного аппетита. До следующих видео. До следующих видео. До следующих видео.